В всеобщей декларации прав человека, которая гарантирует нам право на свободу, мирных собраний, принимая во внимание, что необходимо соблюдать права человека, принятые в Конституции Республики Молдова, высший закон общества и государства. Ссылаюсь на статью 47 Конституции Республики Молдова, которая обязывает государство принимать меры по обеспечению любому человеку достойного жизненного уровня, необходимого для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Согласно статье 3 Закона о конкуренции, государство обеспечивает защиту добросовестной конкуренции, а также прав и интересам граждан от антиконкурентной деятельности и недобросовестной конкуренции. Изучив рынок в сфере фармацевтической деятельности, экономическими агентами в городе Молконешны и проводя контрольную закупку лекарств, пришли к выводу, что до прихода новых аптек, открытых фирмами Сереле Фармина и Продиафарм, в городе более 20 лет действовала монополия на продажу лекарств и отсутствовала добросовестная конкуренция, что грубо нарушала законные интересы жителей города. Учитывая судебную практику Республики Молдова, принимая во внимание консультативное заключение пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова от 3 марта 2015 года о применении закона в гражданском деле по исковому заявлению про Диафарм к мэрии Строщень об опротестовании административного акта, где пренум высказался о нормах применяемости закона 25 мая 1993 года об аптечной деятельности. Подчеркиваем тот факт, что до сих пор по всей Республике Молдова открываются новые аптеки, несмотря на нормы закона от 1 апреля 2011 года об изменении и выполнении закона от 25 мая 1993 года о аптечной деятельности, статья 19, которая де-факто не работает, так как называемый национальный план размещения аптек не был разработан и следовательно не опубликован, что свидетельствует о нём отсутствии. Следует отметить, что в связи с этим правительство Республики Молдова в 2013 году утвердило проект закона об изменении статьи 19, а именно исключить все изменения, принятые законом от 1 апреля 2011 года об изменении и дополнении закона о фармацевтической деятельности. Мы, граждане города Вулканешты, приветствуем решение примара о выдаче разрешения на осуществление торговой деятельности новых аптек от 28 июля и 10 августа 2015 года, направленные в первую очередь на удобство населения и снижение цен на лекарства. Будучи глубоко обеспокоены решением суда города Камратов при остановлении деятельности новых аптек, которые обладали широким ассортиментом лекарств, квалифицированными кадрами и, самое главное, низкими ценами, считаем, что вышесказанное достаточно, чтобы власть обратила должное внимание и решила проблему, которая тормозит здоровую конкуренцию по всей Республике Молдова. Мы требуем возобновить деятельность новых аптек, открытых фирмами.